При разработке плана Барбаросса, рассчитанного только на молниеносную войну, изначально была допущена недооценка противника и не учтена возможность перерастания быстротечной войны в затяжную. Во время Великой Отечественной войны в самом начале Московской битвы на Орловско-Тульском направлении в октябре 1941 года произошла уникальная дуэль 4-й танковой бригады полковника Катукова и 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии генерала Гудериана. За 7 дней боев Гудериан потерял до полка пехоты, 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, 6 минометов и много другой военной техники. Его мечта пройти победным маршем по шоссе «Орел-Москва» вплоть до стен столицы не осуществилась. Танкисты 4-й танковой бригады полковника Катукова, умело маневрируя и поражая противника из засад, остановили многократно превосходящую их по силам 4-ю танковую дивизию вермахта. За отважные и умелые боевые действия 4-я танковая бригада Катукова была преобразована в 1-ю гвардейскую. Здесь, на Орловских рубежах, осенью 1941 года была рождена танковая гвардия Отечества. В 70-е годы прошлого века во время строительства на территории завода «Дармаш» в Орле обнаружили неизвестное захоронение солдат. Среди останков были найдены кинжалы, десантные финки. Эмблемы из петлиц напрямую указывали, что на этом рубеже сражались парашютисты-десантники. Но откуда они здесь появились? В истории обороны города Орла они не значились. Считалось, что город был сдан без боя. Так как регулярных войск в Орле не было, а наступление фашистов ждали под Брянском. И оборону Орла просто не успели организовать. Фашисты действительно легко заняли город. Но на северо-западной окраине Орла перед врагом внезапно возникли десантники. Для удержания города их было мало. А вот перерезать шоссе Орел-Мценск или задержать продвижение немцев на несколько часов ценой собственной жизни они смогли. В 6 часов 30 минут 3 октября 1941 года поднялась в воздух 201-я воздушно-десантная бригада. Ее передовые подразделения начали высаживаться в зоне артиллерийского огня противника. Горели постройки, амбары, бензосклады. По всему полю аэродрома рвались снаряды. Несмотря на это, над аэродромом появлялись все новые и новые тяжелые воздушные корабли, смело шедшие на посадку. Сразу же после выгрузки из самолетов десантники покидали аэродром и спешили на помощь дравшимся подразделениям на западной окраине Орла. Десантники и бойцы Орловского НКВД приняли неравный бой с винтовками против танков. Но все-таки сумели сдержать всю гитлеровскую армаду на целый день, что дало возможность другой группе десантников вместе с танковой бригадой Катукова, в которую входило около 30 танков Т-34 КВ-1 и легких танков БТ в районе реки Оптуха укрепить оборону и подготовиться к битве. Танкисты бригады Катукова и десантники понимали, какой ценой досталась им эта передышка. И понимая, что им придется драться с противником, силы которого превышают в несколько раз, даже мысли не допускали отступить без боя. Рота под командованием старшего лейтенанта Николая Васильевича Бондарева полностью погибла, но не оставила своего рубежа. В распоряжении командира были два противотанковых орудия. Рота из этих орудий, а также связками гранат и бутылками с горючей смесью, уничтожила 12 танков. На месте боя следы рукопашной схватки дрались даже раненые. За 6-7 октября Гудериан потерял 82 танка, но так и не смог прорвать оборону. Не регулярной армии, а уцелевших и смертельно уставших десантников и танкистов Катукова. В ноябре Гудериан собрал под Орлом совещание германских конструкторов, на котором присутствовал легендарный Фердинанд Порше. Гудериан призвал его на поле боя у первого воина и предложил поговорить о советских танках с танкистами 4-й дивизии. Те выразились ясно. Сделайте нам 34-ку. Великий танковый ас Дмитрий Лавриненко, который за 2,5 месяца боев уничтожил 52 вражеских танка, первый свои танки жег именно на берегах реки Воинка, сегодня Кола, в поселке Первый Воин, который является древней заставой города крепость Имценска, защищавшего на протяжении 850 лет южные рубежи. Еще в 1146 году в Никоновской летописи упоминается Меченск. За многовековую историю от меча крепости погибло немало врагов России. В ходе Орловской операции 200 первая воздушно-десантная бригада потеряла убитыми 634 бойца. И лишь немногих мы можем назвать поименно. Низкий вам поклон. Помним, гордимся словацам и дедам нашим.